Меня зовут Ульяна Скойбеда, и это мой глоток правды. Уже три дня в социальных сетях истерика. Якобы подписав закон Димы Яковлева, депутаты обрекают российских детей на смерть. Инициативу запретить американцам усыновлять маленьких россиян называют циничной, пишут, что наша страна занимает первое место в мире по числу сирот, и Америке, мол, в ноги надо поклониться. Так ли это? На сайте именно образования РФ цифры. В минувшем году в стране было выявлено 88 тысяч детей без попечения родителей. Теперь, внимание, в семьи из них было устроено 74 тысячи, львиная доля 80 с лишним процентов. И сделали это не иностранцы, доли иностранных усыновителей, мизерно. Сделали это мы. Моя соседка взяла из детдома девочку Славу 7 лет, и это лучшая девочка в нашем дворе. А знакомая предприниматель взяла пятерых под патронат. И вы наверняка тоже знаете такие семьи. Не зря везде на сайтах и в газетах пиарят малышей и сирот. Их разбирают сегодня почти с той скоростью, с какой и бросают. И хватит ругать себя, что мы самая бросающая нация, что даже в войну такого не было. Это неверно. А чудовищная цифра в 600 тысяч детей, якобы плачущих по детдомам, тоже лукавая. 500 тысяч из них уже в семьях. Да, разумеется, оставшиеся 100 тысяч это тоже очень много. И это наверняка а. дети больные, б. подростки. Самые трудные категории для усыновления. И утробный восторг перед Америкой вызван именно этим. Якобы тамошние усыновители берут любых детей безногих с ДЦП с Даун-синдромом. Не спорю, берут некоторые. Но я больше верю полномочному по правам ребенка в РФ Павлу Астахову, заявившему, что слухи об альтруизме американцев сильно преувеличены. Граждане США требуют здоровых белых детей европейской внешности от нуля до шести лет. Наши инвалиды им не интересны. С вами была Ульяна Скойбеда. И это мой глоток правды.